Добрый день уважаемые трейдеры и инвесторы, сегодня 5 мая пятница, представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании Instaforex, логотип который как обычно вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, сегодня важный день для валютных трейдунишек 15.30 нонфарма, безработица в США, но также еще будет изменение занятости в Канаде, поэтому канадский доллар к американскому будет прям здорово, штормите в вечернее время, будьте осторожны. На данный момент у меня сейчас идет отработка торговой идеи по евро-доллару, давайте обсудим это на графике. Поехали! Так, начнем мы с золота, золото потихонечку подваливает вниз, у нас здесь осталась кстати площадка по вчерашнему дню и здесь может сюда быть заходик любопытный. Как отработают нонфармы пока неизвестно, но пока идет тренд на явное ослабление американского доллара по всем инструментам. Если сегодня нонфармы выйдут слабые, то есть красные и с большой дельтой, то тренд этот только продолжится. Я пока не сигналю никуда, да есть внизу площадка, да это все интересно, но либо на новостях, либо от каких-то небольших сломов, с которыми можно поиграться на небольших рисках. Как закроется неделя пока непонятно, бар по кобыче, если нонки выйдут слабые, то я думаю эта недельная свеча вообще может закрыться за 273, если нонки выйдут сильные и зеленые, то это даст хороший шортовый импульс, от которого можно уже на следующей неделе охотиться за вот этой площадкой. Доллар канадец сдувается, пока идет по моему плану, я верю вот в эту площадку и считаю, что рынок сюда может с большим удовольствием подойти, что он пока и делает. Слом пока удержали, идем к евро-доллару, что по еврику интересно на сегодняшний день. Вчера мы с ребятами пытались лонговать, было две зоны сломов, сегодня я кстати записал мастер-класс по принципу матрешки в трейдинге, очень любопытная история на самом деле. Которая подойдет для тех, кто пытается искать подтверждение на тестах своих зон с крупных таймфреймов, а пытается зайти с малых. И сегодня выйдет мастер-класс именно по этой теме. Вчера мы пытались покупать, здесь на минутках один раз нас бортанули, но второй раз мы зацепились в лонги и сейчас что любопытно, цель по евро-доллару с покупок слоев это обновление двойной вершины. То есть, ну опять же данные еще по безработице не вышли, но эта идея может реализоваться только когда новости будут слабые. То есть красные и мы увидим обновление. То есть сверху оставили площадку и думаю за ней придут. Вот вчерашние все заявления там ЕЦБ, все упало, на самом деле ничего там страшного не было. Ставку подняли, как и обещали поднять. В принципе, Лагард сказала, что все в этом плане дальше и будут повышать. Но я так смотрю, корреляцию между заявлениями ФРС и ЕЦБ, они по большому счету идут ноздря в ноздрю. Как делает ФРС, так потом делать ЕЦБ. Абсолютно никакой разницы нет. То же самое было и по выступлению Павла. Фунтик, что у нас? Фунтик барахтается на хаях. Тренд продолжается. Сломов пока никаких нет, поэтому пока не трогаем этот инструмент. Доллар-иена. Доллар-иена не дала нам зайти сложного пробоя. Очень здорово подсвалилась. Но доллар-иена попала под каток ослабления американского доллара. Ничего пока... Так, это нам наш шаблончик кинул. Чистенький хочу. Любопытного пока нет. Валит. Кто зацепился, молодцы. Кто нет, может быть дадут захват площадки. Нам может быть и нет. Поэтому пока провожаем этот инструмент печальным взглядом. Доллар-франк. Доллар-франк. Очень любопытно подобрать его сеточкой ниже 2021 года. Вот. Ждем его там. В принципе, общая тенденция ослабления американского доллара, она так и идет. Канадец-франк решил взбодриться. Сегодня новости по Канаде, поэтому я думаю, здесь будет тоже весело. И наша сеточка лангов еще не имеет шанс разгрузиться при своих. Канадец-иена пока не трогаем. Не дошла она до зоны наших интересов. Франк-иена, герой асфальта, вернулся на зеркальный уровень. И даже ниже. Те трейдеры, которые набирали инструмент на хаях, могут уже скинуться с профитом. Потому что мы упали на 2500 пунктов. Это значит, как минимум одну сделочку вы можете уже закрыть. Но если вы амбициозный трейдуненок, как же я вас понимаю, то вы можете подержать до технической площадки, которая находится немножко ниже. Буквально на 13 тысяч пунктов. Ауди-кат нас пока не интересует в этой зоне. Не трогаем его. Новозеландец-канадец. Как здорово, что мы из него вышли. Пока не дает нам хороших зон для отработки. Если улетит наверх, будем встречать его дружная сетка лимитных продаж повыше. Новозеландец-франк, друзья мои, доходит до второго зеркала. До второго. То есть, это было первое зеркало, это второе. Если вы его набирали на лоях, как я говорил, то уже 1700 косариков будет у вас в кармане. И здесь вы можете нажать кнопочку «Клазе ордер» и, собственно, уйти на праздники с хорошим настроением на выходные. Так, австралиец-новозеландец болтается пока внизу. Встречать мы его будем еще ниже, поэтому здесь сильно дорого. Нефтяночка после своих коней с перелоями решила сконсолидироваться. Это хорошо. Пока наблюдаем за консолидацией. Если выход будет положительный, с отката будем пытаться покупать. Пока не трогаем этот инструмент. Газ. Я так понял, что я подженился на газе. И теперь его буду так же и держать. Ну, посмотрим. Здесь все может лихо поменяться. Пока у меня есть небольшие позиции по этому инструменту лонговые. Биточек. Биточек рисует что-то невнятное. Вот эти все импульсы туда-сюда, туда-сюда. Пока этот слом держится. Хотя его уже тут два раза проткнули. Непонятно. Ну, опять же, я думаю, что подтягивает под нонфармы. Вы скажете, при чем здесь биткоин и нонфармы? Друзья мои, биткоин торгуется за доллары. А сегодня новости по изменению числа занятости в США безработица и количество занятых в несельскохозяйственном секторе. Это сильно влияет на курс американского доллара, за который торгуется биткоин. Так, доллар-рубль вообще что-то творит 76. Вообще невероятно, невероятно. Просто обвал какой-то пошел. Лишили всех, наверное, под 9 мая взбодрить дешевыми долларами. Каких-то технических историй не было. Но я думаю, что могут натянуть на уши технические три дунишки, что здесь был слом, там или плотность отсюда отлетели. Но я думаю, это все про отделки Нильвиры Набиулиной. Так, американская фонда после трехдневного падения немножко скорректусилась. Логично, потому что сегодня новости и народ, возможно, фиксит шорты, потому что не знают, какие новости выйдут. Так, так, что у нас интересный? Индекс баксов давит на сотку, прям давит. Смотрите, раз, подход, два, подход, три, подход, четыре. Это все говорит только о слабости американского доллара, который должен привести к котировкам индекса доллара ниже 100 долларов. Поэтому здесь другого варианта нет. Еврокат. Еврокат все-таки не обновил хая. Хотя все свои зеркала очень четко отрабатывает возвратами. Вообще красавчик инструмент. Еврофранк пока не в дамках. Евроауди тоже не дал перехая и опять вернулся на лая. В принципе, все. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Поехали. Так, SRD, три шестерки. Если будут задерживать повышение потолка госдолга, то доллар, другие валюты будут расти или падать. Что было в предыдущий раз. Он рос либо падал. Этот раз приходится так. Все может быть иначе. Либо да, либо нет. Да? Ну, смотрите. Я на самом деле не силен вот в этом всем фундаменте. Задерживать, не задерживать. Понятно, каждый год задерживают. Можно, конечно, посмотреть на графики, что происходит перед очередным повышением госдолга США. Это на самом деле может быть прикольный анализ. Можно заморочиться. Но как на этом заработать? Вы скажете, да, надо покупать или надо продавать. Логичный ответ. Вопрос другой. С какими рисками это делать? Поэтому я за технический трейдинг и все. Что куда на больших каких-то фундаментах пойдет. На самом деле это может быть хорошо. Вы скажете, да, это классный аналитик. Он предсказал. Этот плохой он не предсказал. Но вопрос с какими рисками. Как моя любимая поговорка, по-моему, этого Сороса. Неважно, правы вы или неправы. Важно лишь то, сколько денег вы зарабатываете. Когда правы и сколько теряете, когда ошибаетесь. Олег Морозов. Будет шикарно, если золото уверенно покажут. Ложный пробой по хаям. Тогда мечты стать героем золотого асфальта могут стать реальности. Спасибо. Лайк. Всего наилучшего. Я вас понимаю. Это здорово. Цели есть. Вариант, опять же, нужно зайти с хорошими рисками. Потому что стопиться за, там, сколько, тысяча, там, восемьдесят. Ну, не знаю, дорого очень. Так, дальше что вам. Сергей. Канадцу, кстати, тоже жижа не дает расти, наверное. Не дает расти. Ну, да, жижа падает, канадский доллар падает. Ну, так бывает. Сергей. Тут коммент с ссылками удаляет. В чате оставил ссылку о смене методики расчета нефти. Да, на самом деле, тут интересная ваша идея. То есть, Сергей считает, что WTI провалился из-за смены методики расчета нефти марки Brent. Теперь входит, входит WTI, которая утянула, видимо, жижу в моменте. Вы знаете, Сергей, дело в том, что обвал жижи и пробой золота по хаям, они произошли в одно и то же время, в одну и ту же минуту. В ночь, получается, на вчера, со среды на четверг. Что вместе произошло, я думаю, что это не связано со сменой вот этих котировок расчета. Ну, может, конечно, это прям сильное совпадение, да, там есть случайность, совпадение, закономерность. Но пока два фактора, золото и нефть, они отреагировали одинаково. Значит, это уже не случайность, а совпадение. Если найдете третий фактор, это будет закономерность. Ну, такое вот мое сугубо некомпетентное мнение. Также, друзья мои, напоминаю, что под каждым видео с моим участием есть не только куча тайм-кодов, которые делают трудолюбивые работники Инстафорекс, но и группа ссылок, с помощью которой вы можете попасть в открытый телеграм-чат, где можете общаться по трейдингу, под контролем модераторов Инстафорекс. Также есть моя партнерская ссылка, где вы можете открыть торговый счет в Инстафорекс и попасть в мою партнерскую группу и закрытый телеграм-чат при пополнении счетов от 500 до 1000 долларов. И, кроме этого, вы можете получить особые торговые условия в виде счетов без начисления свопов, что очень удобно для сеточных трейдеров, и счетов с ультра-спредами, что важно для трейдеров, которые торгуют внутри дня, о чем сегодня выйдет мой очередной мастер-класс «Принцип матрешки в трейдинге». Дождитесь его, обязательно посмотрите. На этом у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи в понедельник утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok